28 августа других пескунов голубяки видите висит перри птица летает очень сильно это линяет очень сильно за один день я голубя каждый день я гулять не чищу каждый день почему каждый день потому что количество голубей недавно значит один ему пишет мишу гаврилова сейчас же голуби в линде как же они у вас летают четко отвечает когда гитпоста нагоняете голубей голуби линяет равномерно многие не могут помогут не понять что такое равномерно но объясни вот элементарно вот мы когда смотрим природе летают в это время и вороны и там сороки ну разные птицы летит и орлы там частенько летают в линке но они летают смотришь пера нету но они летают почему потому что при постоянном полете у них равномерно выпадают перри не все сразу выпадает а представьте себя вот допустим вот сегодня должно было одно перу ну вот как у детей чтобы расти новый зуб что надо делать надо старенький который уже шатается удалить чтобы новый пошел если мы старенький не удаляем новые зубы может даже криво расти понимаете поэтому учет делать удаляется этот зуб то же самое когда у голубей перо выпадает перо выпадает новый начинает расти ну а если вы эти голубей гонять не будете у них будет как у детей не удаляется до зубами которые не удалили точно такая же процедура а когда вот постоянно на у вас гоня все замечательно получается теперь другую это да там но мы знаем что природе не выживает слабый ну слабым не место при нем не природе не в обществе везде и вашей дом в этом мире слабым нету места вот и на раз смотришь там голубей показывает в резке птица проверенная чем проверено если уголок голуби нету даже крыла чтобы он летать чем она проверено ходит хорошо умеет что проверки идет по ходьбе что ли это как вот я пришел к нам а вот зерно отсюда туда кидают это что делаешь гоняю говорит чтобы они как хорошо летали якушу дорогой так они сейчас хорошо будут бегать у тебя не летает ну хоть чтобы они хорошо летали но под ними их небо здесь получается проверено хорошо на самом деле вот смотрите дорогие мои пять лет я уже показываю эти голубей да там каждый божий день эта птица открыта в небе в любую погоду зимой и летом круглый год но я не могу сказать что вся эта птица проверенная здесь проверена только старая птица которым уже по 5 по 10 лет вот эта птица про и потому что проверяется понимаете проверяется годами вот элементарно ребенок пришел в школу поднимает учитель или учительница да он отвечает там урок на пятерку все это уже отличный график но другой ребенок не выучил сегодня этот шест урок да ему ставит двойку а это значит двоечный не дорогие мои для того чтобы ребенок был отличником он круглый год весь учебный год должен отвечает постоянно на отлично вот тогда он будет отличником ну а двоечник он круглый год то есть вес учебный год он должен отвечать это да там на двойку то есть он не должен быть готовым это ну поэтому ну хотя бы год хотя бы один год один учебный один полетный год проверяйте эти голуби нужд потом только говорите что птица проверены на самом деле уже вот не спрашивают как я бы я не знаю сейчас только молодежи у меня я не знаю очень часто я в небе смотрю вот но пьют на черный или белый или те там шикарно я не знаю кто из них потому что хотя вся птица окольцованная но я их на земле вижу эти кольца в небе эти кольца я не вижу пока этот головы спустится я не узнаю кто это был а очень часто мы не знаем кто из них кто из них на самом деле вот это да вот сегодня я буду вот этого проверять специальный он там вот такой тоже такой потому что в небе вот такого цвета кто-то из них упасит хорошо ну кто из них не знаю но что убери не знаю но кто-то вот такого цвета крачет по полным такой этот цвет но сейчас я наверное поставлю на паузу и будет на самом деле проявили поймаю опять разных новых пескунов в основном пищалки наверно будут и буду про видеть пока на паузу вас поймал опять двадцать одну штучку это вышел смотрите лак висит небе никого не старичей не ласточек никого нету я скачу молочек и дури первого года как бы на хвосте это не то открыть выскакивает сейчас вот это другой тоже не тот значит хотя может и он быть потому что бывает они сначала дуркует потом выравнивает и такое да но может этот быть последний который выпустил может этого не есть потому что сейчас дикарем летит по полной учитывая что это пескуны тикарем идет тоже которого подозревал значит это должен быть разните тоже непонятно пока что-то этот более похоже на прямо как взрослый голубь дубаси вот из пескунов да скорее всего это вот он есть уже раскрывается и один пошел а если бы это и не было вот вот остановка и пошел знаете сейчас потяну чтобы видно было что вот они же поднимается вот так проверяется дорогие мои и на словах а вот так в деле по одному уже на хвосте ну те уже поперли вот вот этот который цвет но он уже улез даже вот он пошел и вот резко дикарь пошел что-то произошло хлеб 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 да похода вот тот я уже все вычислил надо будет несколько раз подряд его проверять и уже уж точно сказать что этот ребенок отличный перри высыпается на хвосте вот чтобы они били их надо почаще гонять понимаете да но тот одного улез он ушел уже сейчас пытина красава в принципе этого песку на я не как хорошо это красного песка это красный песок никто такой он один уже сел весь полет его вот мой десяти часовой он сядет где нибудь мы нато в вместе и будем думать что он здесь отсюда не так шах вот эти хвости красивый 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 даже и бьет молодчина вот вот даже мне глаш через очки перо попало бить это все пескуны которые только пищать перестали ну тут есть есть еще и пищалка последний макинут от кудовчик кантика дикарь пошел и они начали дикарить вот смотрите дорогие мои вот на такой высоте я даже десять раз ниже когда голубь в небе по кольцам уже не скажете кто этот гол стоит как взрослая херрачи поэтому исключительно только-только проверять по одному по одному по одному по одному это вот дикой дикий голуби появились там мраморники мать желтого голода ну уже видите хлоп 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 пошел вот как у линоканцев 100 королах но это уже признак что этот голубь уже будет маленький признак этот 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 и пошел вот видите начинает переворачивать красиво это от бессмертной пошел 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 так мы тут остались вот два один давидовский такой шап а второй вот этот малыш видите как у маленький 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 этот кардин у этих тоже выпустим крутенький и нахвастилась смотрите скворить в гнезде должен сидеть он уже полететь шустрый малый шустрый малый но шустрый он чемпионок тоже потом что-то резко он все скинул что сказал папа это тоже поднимать что-то снимаю конкретно даже вот этот красненький сейчас кино смотрите вот этот красненький от красного голода ну помните у меня есть такая голубочка которая черная называю а рейковская это смотрите их же родители вот родители их не проверены и хорошие потому что сейчас они же пошел чем эти потому что и родители четкие и пескунов дают четких вот в этом случае только в этом случае можно сказать проверены хорошие понимаете уже шлепок дает начале когда выпустил он все рук здорово он то ничего толком не показывал хлоп хлоп и пошел но это пескуны это не взрослые вот папа у него винтом поднимает правда папа сейчас долго не летит у папы с дыхалкой верня вышла когда несколько лет а ну год-два тому назад когда мне отравились оставить от опрысканной травы ядом опрысканная тогда задыхалка у него стало хуже есть ролики старые которым этот голубь зимой в лютые морозы метели летал ну вот один не захотел пойти почему не захотел не знаю хотя там шпингалетик вот этот кудулчик но он малыш тот летит этот не полетел вот он сейчас наверху кстати вот этот шпингалетик красный красный кудул с обоих сторон но богатый красный богатый это толпой потом разъединяться кто-то может сесть кто-то может пойти чернохосты тоже долбит шелчок дает это все пескуны их проверяйте 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 что они пошли низами обычно они верхом уходит потом низами приходит либо низами уходит побежку верхом приходит вот сейчас низами пошли низами возвращаются почему это так опасно сейчас идет миграция наверху опасно и поэтому птица будет летать там где ему безопасно там где ему безопасно вот он красненький красавица хороший будет как сестра как папа остальные опять поднимается начинает подниматься почему но задавайте себя вопрос почему элементарно 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 есть опаска наверху они не пойдут мы когда смотрим в небе мы не видим у нас нет такое зрение как у голубей у них в разы сильнее чем чем у нас они все в небе замечает и тем более тем более допустим для нас не сапса не титер не орел для нас именно да это не опасно поэтому мы его можем и не замечать а вот для голубей это смертельно опасно они обязаны это вот приблизительно вот мы не не заметим льва или там тигра или медведи грызлых невозможно мы обязательно заметим потому что это опасно для нас мы боимся его то же самое голуби то же самое голуби вот как он летал один отдельно так и до последнего летит даже хотя здесь скучкуется теперь пошли в другую сторону уже на побежку обычно я говорю я когда выпускаю в нормальное время они либо верхом уходят потом низами приходит на побежку побежь когда уходит либо низами уходит верхом приходит а вот сейчас вот последние несколько дней как я показал вот эти стаи там горшинов орлов миграция начала с хищником дикой птицы вот они низами уходят низами приходит если покрывается покрывается быстро и быстро же себя скидывает начинает внизу летать то есть птицы это опаской чувствовать как бы вот так думаю достаточно ну малыш красава вот этот кудолчик красным это красава прямо понравилось мне понравилось надо будет его одногнёздку тоже проверять надо будет его одногнёздку тоже проверять тот как себя покажет тут чуть-чуть покрупнее чем она чуть-чуть по моему ну скорее всего это будет голубочка то будет голубь как бы вот так всех благ вам дорогие мои младше гоняйте и сделайте проверку настоящие на самом деле проверяйте голубей что бы они у вас были надёжными ну культурчики красиво